В Германии состоялась встреча глав МИД Нормандской четверки. По словам самих участников переговоров, по многим вопросам удалось достигнуть значительного прогресса. Эта встреча стала своеобразной подготовкой к саммиту глав государств, который запланирован на 2 октября в Париже. Виталий Чищухин продолжит. Седьмая по счету встреча министров иностранных дел Нормандской четверки внушает осторожный оптимизм. В украинском кризисе, похоже, действительно наметился прорыв, а перемирие наступило и на политическом фронте тоже. Хозяин встречи, глава немецкого МИДа Франк Вальтерштайнмайер, доволен и ходом, и тоном прошедших в Берлине переговоров. Голос друг на друга не повышали, придерживались языка дипломатии. Конечно, мы по-прежнему продвинулись не так далеко, как мне бы хотелось. Но сегодня, слава богу, у нас были другие дебаты. Менее конфронтационные. Я это констатирую с облегчением. Без споров, впрочем, не обошлось. Тем более, что обсуждали в этот раз одну из самых острых тем. Политическую часть Минского соглашения, которая чересчур вольно трактуется украинскими властями. Киев медлит и с конституционной реформой, и с особым статусом для ЛНР и ДНР, и с проведением в Донбассе местных выборов. Но даже в этом вопросе в ближайшее время может наступить развязка. Соответствующие предложения у них есть, но пока не разглашаются. Они не во всем устраивают и украинскую сторону, и украинского правительства, и представителей провозглашенных ДНР и ЛНР. Но по нашему общему впечатлению, это общее впечатление России, Франции и Германии, эти разночтения преодолимы. Для нас, повторю, важно не какие-то искусственные сроки, дедлайны, а существо договоренностей. Они, прежде всего, зависят от эффективности прямого диалога между Киевом и Донецком. Но вот украинский министр Павел Климкин вновь указал на невозможность такого диалога. А в этом смысле Киев придерживается своей прежней риторики. Это зависит от того, что вы понимаете под Донецком и Луганском. Если вы понимаете легитимных представителей Донбасса, которые выбраны в результате свободных и честных выборов, если вы понимаете этих представителей, как тех, кто вернул украинское правовое поле на Донбасс, кто вернул украинские законы на Донбасс, то мы не только готовы к диалогу, мы должны его вести. Если вы под представителями Донецка и Луганска понимаете тех, кто появился в результате фейковых выборов, то это не путь вперед. И все же по многим другим ключевым аспектам пришли к согласию. В короткие сроки договорились представить окончательный проект дальнейшего отвода вооружений, на этот раз с калибром менее 100 миллиметров, решить судьбу предстоящего отопительного сезона и наладить бесперебойное водоснабжение народных республик, оказавшихся на грани санитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды. Следующая встреча в нормандском формате уже на уровне глав государств, гарантов Минского соглашения, пройдет 2 октября в Париже, и она, как ожидается, должна дать новый импульс этому процессу, который, с одной стороны, забуксовал на политической части, с другой, в Донбассе все-таки установилась относительная тишина. Виталий Чищихин, Андрей Сербахи, Дмитрий Мельянов, Европейское бюро Пятого канала, из Германии.